Самые крупные пожары, которые сургутским огнеборцам приходилось тушить в последние 12 месяцев, это станция технического обслуживания на территории гаражного кооператива на улице Быстринской. В двухэтажном здании, напомню, находились газовые баллоны и лакокрасочные изделия. Возгорание случилось в середине декабря, в мороз, когда ночью столбики термометров опустились до минус 40 по Цельсию. Работали пожарные по повышенному номеру вызова. Там выезжали 7 автоцистерн, высотная техника, штабной и рукавные автомобили. Аналогичный режим вводился и при ликвидации огня в жилом доме на улице Федорова в первый день весны. При слаженных действиях личного состава сургутского гарнизона были спасены 32 человека, из них 12 – это дети. Нуждается ли наш муниципалитет в строительстве новых пожарных подразделений, сколько их на данный момент в сургутском гарнизоне? И как поздравил своих коллег начальник первого пожарно-спасательного отряда в преддверии Дня пожарной охраны в России? Об этом далее в рубрике «От первого лица». По повышенному номеру вызова – это когда сложный пожар и подразделения выезжают в большем объеме. Так, у нас, если говорить про город Сургут, по первому звонку, по первому сообщению выезжает 3 отделения на основных пожарных автомобилях, а при повышенном номере вызова, допустим, второй, уже 7 пожарных автомобилей, именно основные, то есть автоцистерны. У нас в городе, мы не считаем город отдельным, почему? Потому что у нас наши подразделения именно находятся и в городе, и на Белом Яру, и на Ленторе. Это тоже наш гарнизон. Если говорить только про федеральную противопожарную службу, именно первый отряд – это 8 частей и плюс 2 отдельных поста. А если говорить о в целом гарнизоне, это подразделения и договорников, которые охраняют объекты, это и Центроспас Югория, те подразделения, которые созданы субъектом Российской Федерации, у нас больше 60 подразделений. Что касается статистики прошлого года, у нас было зарегистрировано 585 пожаров на территории гарнизона. Это Сургут, часть Сургутского района, Лентор и Нижнесартымский. Было спасено в общей сложности 105 человек. В этом году статистика тоже, в принципе-то, неутешительная. За первый квартал этого года уже 99 пожаров зарегистрировано. Но по сравнению с прошлым годом, процентов 10 снижение по сравнению с тем годом. Поэтому пока этот год благоприятен для нас. То, что касается открытия новых пожарных частей, да, конечно, они нужны. Не из-за того, что город растет вверх, а именно, как говорится, вширь. То есть радиус действия пожарного депо мы должны по закону пребывать в течение 10 минут. В городской черте. В сельской местности 20 минут. Поэтому многие у нас именно дачные кооперативы, которые особенно идут у нас в сторону Нижневартовского, тут мимо аэропорта и так далее. Там у нас уже идет превышение этих норм. Поэтому запланировано. Земля уже выделена в районе аэропорта. Для строительства новых зданий выделена земля в районе новой развязки, нового моста. Для большого коллектива пожелать всем и сразу, конечно, не получится. Ну, а, конечно, как правило, желают здоровья, чтобы не было проблем на работе, чтобы семьи были счастливы и здоровы. Как у нас говорят, сухих рукавов. А это самое главное в нашей профессии. Это же всегда так. Если пожарный спит, страна богатеет. Есть такое понятие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова